Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Житие святого Дионисия, епископа Александрийского, 5 октября. Святой Дионисий происходил из Александрии от богатых и знатных родителей, язычников. В юности своей он получил хорошее языческое образование и был привержен к язычеству. По окончании своего образования Дионисий сначала проходил обязанности ритора и обучал юношей красноречию в духе, изученной им языческой науки. Дионисий Александрийский родился около 195 года. Но его ясный и светлый он не мог не видеть грубых заблуждений и суеверий языческой веры, в которой он родился и вырос. И недостатка физической философии в начало кое был воспитан. Его пытливый дух, алчущий и жаждущий правды, не мог найти удовлетворения в языческих знаниях и верованиях. Его сердце чувствовало счету и лжилось язычество, и еще не познав истинного бога, уже стремилось к нему. И вот Дионисий, желая познать истину, знакомится с различными человеческими учениями и верованиями и сравнивает их между собою. Сей верный путь беспристрастного исследования учений человеческих привел Дионисий при его пламенном стремлении обрести истинную веру к познанию единого истинного бога и к сознательному принятию веры Христовой. Святой Дионисий впоследствии сам о себе говорил, что он обратился ко Христу путем свободного исследования, беспристрастно испытывая учения человеческие. В то время в Александрии, славившейся языческими школами и учеными, наряду со многим развитием учености тогдашнего языческого мира, достигло значительной степени просветания христианское просвещение. Знаменитые начальники возникшего там христианского так называемого огласительного училища силой своих дарований соединили в наставлениях своих ученость богословскую и философскую и были хорошо знакомы с языческой ученостью и ее представителями. Под влиянием всех христианских учителей лучшие из язычников приходили нередко к познанию истинной веры Христовой и оставлялись в свое языческое нечестие. Дионисий, уже познакомившийся со многими христианскими сочинениями, вступил в близкое общение с александрийскими христианскими учителями во главе коих были и Иракл и особенно знаменитый Ориген. Иракл, это известный христианский учитель, сначала был помощником Оригена по преподаванию в Александрийском огласительном училище. В 1934 году Иракл наследовал Оригена в заведовании огласительным училищем. В 233 году он был возведен на епископию Александрии и умер в 246 году. Ориген, это ученик Климента Александрийского, знаменитейший христианский учитель 3 века. Первоначально был выдающимся и с преподавателем Александрийского огласительного училища, но впоследствии подвергся нападкам со стороны Александрийского епископа и других представителей Александрийской церкви. И по обвинению в некоторых развиваемых и меритических воззрениях и добровольном скобществе лишен пресительского сана и выслан из Александрии запрещением ему церковного учительства, после чего основал свое пребывание в Кесарии Палестинской, где им было устроено новое училище, в которое со всех сторон стекали слушать знаменитого учителя. После того некоторое время был в заточении в темнице, потом ревностно и успешно боролся против еретиков своего времени, затем во время гонения Максимиана скрывался от гонителей, а в гонении Декия удостоился славы мужественного исповедника Христова и скончался в Кире в 254 году на 70 году своей жизни. В своих многочисленных сочинениях Ориген проводил некоторые мнения неправославного еретического характера, за что и они осуждены были как еретические, хотя Ориген не высказывал своих неправославных мнений как непреложно истинных и не был еретиком в собственном смысле. Даже замечательнейшие из отцов в церкви с глубоким уважением относились к богословским трудам и заслугам Оригена. В своих школах он воспитывал многих замечательных отцов и учителей церкви, из коих некоторых ему обязан своим обращением из изыщества в христианскую веру, с которой он хотел согласовать знания и философию. Особенно замечательные также труды его по изучению священного писания, по истолкованию его и особенно по восстановлению и очищению его истинного текста, а также сочинения, направленные к защите христианства против еретиков и врагов христианства. Вообще он весьма много сделал не только для своего, но и для последующих времен. И все великие учители церкви IV века значительно пользовались трудами Оригена. К Оригену, как замечательному ученому, немало стекалось и язычников для слушания философии и математики. И Ориген пользовался этим и с успехом трудился для славы имени Христова, употребляя труды свои и сведения для того, чтобы обратить всех слушателей к общению со Христом. И Дионисий скоро стал ревностным учеником Оригена и со всем жаром пытливого духа. Стал изучать истины христианского учения. Превосходство Коева перед языческим он сразу же оценил. С большим усердием и любовью читал он послания апостольские, особенно послания святого апостола Павла, кои произвели на него глубокое впечатление и решительный переворот во всех его верованиях и воззрениях, вследствие чего было вполне сознательное обращение его к христианству. Убедившись окончательно в истине христианства, он не замедлил принять под влиянием отчасти Оригена святого крещения. Святой Дионисий обращен к христианству в сравнительно уже зрелых годах. Крещен он был самим Александрийским епископом Демитрием в 189-231 годах и вступил в огласительное училище, сделавшись истинным украшением его. С того времени святой Дионисий стал еще ревностнее вникать в глубокие истины христианского учения, охраняя чистоту его от превходивших в него юридических лыжи учений и неправомыслия. К учителю своему Оригену он был особенно близок, питая к нему благоговейную благодарность и сердечное расположение. И союза с ним не прекращало тогда, когда Ориген впоследствии принужден был оставить Александрию и даже когда находился в темничном заключении. Так Дионисий писал письмо к Оригену, когда этот был заключен в темнице при Декии. Сохранилось известие, что Дионисий по смерти Оригена писал письмо к Феотекну, епископу Кисарийскому, в похвалу его. Замечательные успехи святого Дионисия в познании истин христианства и его благочестивая жизнь обратили на него внимание учителя Александрийской школы Иеракла. По прошествии непродолжительного времени святой Дионисий возведен был в стан пресвитера. По удалению Оригена Александрия Иеракл заместил его в Александрийском огласительном училище в качестве начальника. Когда же Иеракл возведен был в стан епископа Александрийского, Дионисий стал начальником в огласительном училище. По смерти же Иеракла он был его преемником по Александрийской кафедре. Главой знаменитой Александрийской школы святой Дионисий сделался в 233 году и занимал это положение в течение 14 лет. С того времени, как Дионисий вступил на Александрийскую кафедру, вся жизнь его стала непрерывным рядом самоотверженных подвигов против разнообразных врагов церкви, внешних и в особенности внутренних. В то время церковь Христова много страдала от внешних гонений языческой власти и еще более раздираема была различными разборами, еретическими лжиучениями и расколами, грозившими нарушить церковное единение и внутренний мир церкви. В такое тяжелое время святой Дионисий самим Богом предназначен был к тому, чтобы служить для верующих твердой опорою. Благодаря ему действительно мир церкви при всех опасностях и смятениях остался непоколебленным. А святая строго благочестивая жизнь архипастыря, его самоотверженная любовь к пастве, кротость, искренность и смирение внушали к нему всеобщее уважение даже среди его врагов и еретиков. Вся жизнь его была посвящена ревностному и неустанному служению Церкви Божией. С особенно горячей ревностью он заботился об обращении неверующих, сердечных, отеческой кротостью относился он к заблуждающимся и имел попечение о примирении разделенных. В скорбях он обнаружил возвышенное чувство, мужество, вере, непоколебимое постоянство. Во всей своей жизни поразительное глубокое смирение. И в то время, как весь христианский мир удивлялся его учености и добродетелям, унаследовав от оригена любовь ко всякого рода знанию, святой Дионисий находил возможен согласовать его с христианским вероучением и по-прежнему внимательно читал и исследовал сочинения лучших язычников и различных еретиков, волновавших его время своими лжеучениями Церковь Божию. Охраняя чистоту христианского церковного учения от еретических лжеучений и разномыслей, святой Дионисий отвергал их, однако не прежде, как по личному убеждению дознавал их несостоятельность, и тогда уже силой и мужеством вооружался против нечестивых еретиков. При всем уме своем и учености, кроткий и смиренный, святой Дионисий на кафедре пастерской отличался духом кротости и умеренности. В то тяжелое для христиан время, в жестокое гонение нечестивая царя римского Декия, царства, что 249-251 год, он был жестоким гонителем христиан, при нем было первое общее гонение на христиан. Некоторые епископы, не из страха гонения мученин, для того, чтобы не оставить без руководства назидание и утешение вверенных по печенью их словесных овец стада Христова, удалялись из своих городов в места более безопасные и оттуда управлялись своими паствами. Так поступил, между прочим, святой Киприан, карфагенский знаменитый отец церкви, впоследствии мужественно приявший за Христа мученическую кончину в 258 году. Также ранее Дионисий и Киприянов поступал одно время святой Поликарп Смирский, мученический скончался в 167 году, и после них святой Афанасий Александрийский в 373 год. В своих письмах Домиции и Дидиму в 251 год, а также Фабе, епископа Антиохийскому, святой Дионисий передает весьма трогательный рассказ об александрийских мучениках, которые погибли во время первого деки и его гонения от побоев, огня или меча. Причем себя самого он относит к числу тех, для которых весьма продолжительная жизнь не оказалась достаточным обеспечением для благоугодности их Господу, хотя он не веровал, что Христос сохранил ее для другого удобного времени. Некий епископ по имени Герман, по-видимому, упрекал его, как упрекаем был и святой Киприан, карфагенский, в трусости и оставлении своей паствы. В ответ на это, в 258-59 годах, Дионисий призывает Бога за свидетели, что он бежал не по собственному желанию, и, подобно Киприану, ссылается в оправдание этого, на божественное внушение. Так поступил в это тяжкое время по божественному внушению святой Дионисии, не из страха смерти за имя Христова, а по необходимости и для блага церкви Александрийской, чтобы не оставить паству без пастыря. Префект Сабин послал шпиона на поиски за святым Дионисием. Святой в продолжении четырех дней оставался дома. Но шпион, будучи уверен, что он бежал, искал его на полях, дорогах и реках, ему и в голову не пришло войти в дом архипастыря. После этого, повинуясь внутреннему внушению, святой Дионисий бежал с некоторыми собратьями, но был схвачен и отправлен в Тапасирис для мучений. Однако Бог хранил верного своего угодника. Совершенно неожиданно он был чудесно избавлен из рук воинов толпою христианских поселян. Это случилось следующим образом. Один христианин по имени Тимофей не был захватен вместе со святым Дионисием и другими верующими. Найдя дом под стражей, он бежал в крайнем смущении и сообщил о взятии архипастыря под стражу поселенину, который направлялся на одно праздничное торжество. Весть об этом расстроила все торжество, и все гости бросились к месту пленения святителя с такой стремительностью, что стражи бежали. Диониси и его друзья полураздетыми положены были на голые кровати и, приняв поселян за разбойников, умоляли не предавать их смерти. Но святитель был схвачен за руки и ноги некоторыми неизвестными друзьями, несмотря на свое сопротивление, унесен отсюда и посажен на неоседланного осла. Затем, против своей воли, он был увезен в одно безопасное место. Кто были эти друзья, спасшие святителя, так и осталось совершенно неизвестным. Очевидно, Господь чудесным образом хранил святого Дионисия для блага церкви, в то время гонимой, унижаемой и обуреваемой внутренними волнениями и смутами. Прибывая в скрытом месте, святой Дионисий продолжал управлять Александрийской паствой, посылая к ней письма через доверенных пресвятеров. В то мучительное время церковь переносила страшные страдания и скорби от свирепых язычников. Не вынося пыток и мучений, многие из верующих отрекались от Христа. После они с глубоким раскаянием и сердечной скорби опять обращались к епископу, смиренно умоляя снова принять их в лон от церкви Христовой. Кроткий и смиренный Дионисий снисходительно принимал их в число чья церкви Христианской, налагая на них те или иные запрещения и петемии, и тем спасал их от совершенного отчаяния. Единодушный, вполне согласно со святым Дионисием, действовал по отношению к таковым патшам и знаменитый современник, его святой Киприан, епископ Карфагенский. Прежде чем допустить патших к общению, они требовали от них доказательства покаяния, и не колебались прощать их, вопреки крайним мнениям многих своих современников, слишком энергично восстававших против павших, как совершивших смертный грех. Ходотайство мучеников и исповедников Христовых западших в практике церкви того времени имело также большое значение. До вершения зол угрожавших церкви Христовой, в это тяжкое время появился раскол Новоциан, еще больше раздиравший ее внутренними смутами. Новоциан и его последователи открыто и решительно выступали против принятия отпавших в лоно церкви, и тем усугубили ее бедствие, и многих стали приводить в отчаяние. Новоциан был выдающимся красноречивым римским пресс-фитером во время гонения Декия, хотя по соборным правилам не мог быть рукоположным, его получил только клиническое крещение, то есть крещение на смертном адре, без последующего миропомазания. Впоследствии Симон добивался епископского престола в Риме, но, обманувшись в расчете, отделился от церкви, сделавшись епископом Новоциан, и тем положил начало гибельному расколу церкви, получившему его имя, и угрожавшему церкви великими смутами и бедствиями. Новоциан особенно восстал от против вторичного благосклонного принятия церков от падших от нее. По мнению Новоциан, церковь есть общество сквятых, поэтому все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из нее, и ни в каком случае не могут быть принимаемы обратно. Церковь будто бы не имеет права прощать тяжких грешников. Если же она их прощает, то сама делается нечистой и перестает быть святою. Своё общество, в котором не принимались тяжкие грешники от щепенца от православной церкви, принимались они не иначе как через перекрещивание. Новоциане называли поэтому кофарами, то есть обществом чистых. Новоцианское общество широко распространились в Харфагене, Александрии, Сирии, Малой Азии, Галлии, Испании. Тогда святой Дионисий, с любовью принимавший падших, особенно по ходатайству исповедников христовых, восстал против Новоциана, убеждал Новоциана оставить этот пагубный для Церкви Божией раскол. «Ты должен был и потерпеть все возможное, но только не рассекать в Церкви Божией», писал ревностный архипастырь этому лжеучителю. «Не менее славно умереть для того, чтобы только не раздирать в Церкви, как и для того, чтобы не принести жертвы идолам. По моему суждению, первое даже выше, потому что в последнем случае умираю для спасения своей души, а там для блага всей Церкви». Иснисходительный пастырь употребил все свои силы, чтобы впоследствии на соборе восстановить вожделенный мир Церкви, нарушенный всем пагубным расколом, чего и достиг своими самоотверженными трудами в духе кротости и умеренности христианской. Так Дионисий написал Новоциану кроткое миролюбивое послание, из которого заимствованы выше приведенные слова Александрийского святителя о том, что мученичество, понесенное с целью воспрепятствовать расколу, то же славно, как и мученичество за отказ поклоняться идолам. Вместе с тем он отечески увещевал Новоциан, что если он не может склонить своих последователей отказаться от сделанного ими ложного шага, то, по крайней мере, он не мог бы спасти свою собственную душу. И если же, как говорит свою защиту Новоциан, он посвящен воепископу против своей воли, то должен доказать искренность своего заявления добровольным отказом от цана, чтобы избежать раздрания Церкви Божией. И, смотря на это миролюбивое послание Дионисий, по его собственным словам, враждебно был настроен к Новоциану за то, что он разрубил Церковь на куски и увлек некоторых из братьев к нечестии и богохульству, ввел самые нежеланные учения о Боге и ложно представлял милосердного Бога безжалостным и т.д. Против Новоциан святитель написал несколько посланий и энергично боролся против них. Но хотя трудами его и некоторых других представителей Церкви мир в ней был восстановлен, Новоциане имели много последователей, и общества их существовали даже до VII века. По смерти нечестивого Декия в кратковременное царствование императора Галла, он царствовал 251-253 годы, отличался миролюбивым характером и снисходительностью к христианам, гонение на христиан прекратилось, и Церкви Христовой водворился мир. Сей покой Церкви был тем вожделением, что он позволил святому Дионисию обратиться с пастырской заботливостью к успокоению волнения, произведенного арсенольским епископом Непотом, которая проповела ерес, названную хилиазмом. Непот был епископом города Арсеноа или Арсенои в Среднем Египте. Хилиазм появился очень рано, и в конце II века имел уже много последователей. В половине III века энергичным представителем его является Непот, имевший много приверженцев, тем более, что его учение являлось как бы ближайшим утешением христианов в гонениях и пытках. Непот учился, согласно словам Апокалипсиса, 20 глава 2-6 стихи, скоро должно наступить тысячелетнее царствование Иисуса Христа на земле, где живущими явятся верующие благочестивые. Царствование это хилиасты представляли и в чувственном, вещественном смысле земного царства, с земными удовольствиями. Иеретическое учение Непота стало известным уже после его смерти. Но в этом же духе ввел соборное совещание с защитниками этой ереси и достиг того, что все они обратились к единомыслию церковному. Живое участие принимал святой Дионисий и споры, поднятым тогда в церкви, о крещении еретиков, всего более заботясь о том, чтобы успокоить волнение, произведенное в церкви этим спором, чего своими вещаниями и успел достигнуть. Климент, Тартулиан, Киприян, Карфагенский, некоторые другие учители церкви, а также некоторые поместные соборы, при обращении еретиков требовали их перекрещивания. Только в Риме их принимали через одно покаяние. Дионисий по своим воззрениям примыкал к последнему мнению и, сохранившись о отрывках некоторых посланий, решительно отрицает перекрещивание тех еретиков, которые крещены во имя Святой Троицы. Каково им мнение впоследствии принято на Первом Вселенском соборе в 325 году? Но прежде всего при этом ожесточенно обсуждавшемся вопросе он опять выступил в прекрасной роли посредника. Он писал по этому предмету несколько писем папе римскому, Стефану. В одном из сохранившихся писем он говорит ему об общем мире церквей. Но когда Стефан отказался иметь общение с епископом Каппадокийским Фермилианом, защищавшим противоположный взгляд, он увещал его принять во внимание серьезные последствия своего образа действий. По смерти Стефана Дионисий писал о том же предмете его преемнику Сиксту II и Дионисию Римскому и подробнее рассматривал этот предмет в книге о покаянии. В то же время он ревностно боролся с возникшей в Александрийской церкви злочистивой и опасной ересью Савелия, стараясь противодействовать его павловному юридическому лжевучению, произведшему немалый соблазн церкви Христовой и увлекшему в свои сети даже некоторых епископов. Святой Дионисий собирал соборы, писал окружное послание против Савелия, стараясь рассеять свои воли и гордого ума, не признававшего в Боге троичность лиц, Бога Отца, Сына Божия и Святого Духа. Пояснение Савелий, выходя из христианского понятия о единстве Божьем, впал в крайность, которая привела его к еритическому учению, противным самым главным основам и догматам христианского вероучения. Он учил, что если Бог един по существу, то и не может быть совместной троицы божественного существа, и троицу нужно поминать лишь в смысле последовательного откровения одного и того же лица по отношению его к миру и человеку. По учению Савелия нет трех лиц божества, а Отец, Сын и Дух Святой – это только известные формы, в каких Бог является людям. В Ветхом Завете, когда дающий закон им является Отцом, вновь, как спасающий людей явился Сыном, и продолжает являться, как освящающий их Дух. Савелионизм, возникнув в половине Третьего века, к концу его уже ослабел, хотя имел еще и приверженцев в Четвертом веке. Но заботы святого Дионисия о внутреннем мире и благе церкви внезапно были остановлены гонением нового римского императора Валериана, он стал в 253-259 годах. Возникнутое им гонение на христиан отвечалось особенно с чрезмерной жестокостью. В самом начале этого жестокого гонения великий пастырь Александрийский был схвачен, несмотря на свою тяжкую болезнь, и вместе с пресс-фитером Максимом и диаконом Фавстом, Евсерием и Херимоном представлен к префекту Эмилиану. Эмилиан был префектом Александрии, то есть правителем ее. Гонение тогда обрушилось всей тяжестью, особенно на епископов и пресс-фитеров, как представителей церкви. Посему мучители всячески побуждали Дионисия отречься от Христа и принести жертву идолам, ибо за ним последовали бы и другие. Но Дионисий безбоязненно отвечал на это. Мы должны повиноваться более Богу, нежели человекам. Тогда Эмилиан, запретив святому всякое общение с христианами, тем более всякое обращение к ним словом на зидание и проповедание евангельского учения, сосал его за холостную деревню Цефро, лежащую среди дикой пустыни Милийской. Это восточная часть громадной африканской пустыни Сахары. Но ритам, вопреки запрещению, святой продолжал получать Слову Божию и, как доблестный мученик Христов, отказывался исполнять повеления мучителей. Язычники били его за это неоднократно камнями. Несмотря на все это, Дионисий имел утешение и в пустыне обратить к святой вере Христовой многих язычников. Успех проповеди Дионисий еще более раздражил Эмилиана, и он отослал святого епископа в местечко Коллуфо, находившееся в еще более отдаленной и дикой части пустыни Ливийской. Но и отсюда он имел утешение сноситься с друзьями Христовыми и со своей паствою, и не только со своей, но и с другими церквами. Святой Дионисий, впрочем, и ранее всегда так поступал, ясно сознавая, что он, как предстоятель одной из главных церквей, своим голосом влияющий и на другие церкви и христианские общины, должен заботиться не только о своей пастве, но и о всей Церкви Христовой, особенно для того, чтобы противостоять каждой попытке нарушить всеобщий мир церкви. Три года пробыл святой Дионисий в всем жестоком и лютом заточении. И какие скорби и застрадания он там претерпел, одному Богу известно. По воцарении Галиена, это римский император, с 260-268 года, он остановил начато валерианом гонения на христиана и дал повеления, которыми сыни были возвращены и объявлена свобода вероисповеданий. По воцарении Галиена он был возвращен из заточения к великому утешению своей паства и всей Церкви Христовой. Однако и в Александрии из всего доблестного страдальца Христова ожидали не покоя и благоденствия, но кровавое смятение и злострадания. После скорбей и междоусобной войны последовал лютый голод, а за голодом моровая язва, свирепствовавшая с ужасной жестокостью. С устиной отеческой любовью заботился Дионисий о несчастных, кто бы они ни были, язычники или верующие, описывая бедствие, претерпенное жителями Александрийской области во время этой губительной язвы, святитель писал, между прочим, следующее. «Многие из братьев наших по сильной любви, оставя заботу о своей жизни, но заботясь друг о друге, смело посещают больных, служат им постоянно, врачуют о Христе. Добровольно они умерли вместе с ними, принимая на себя страдания их, как бы привлекая к себе болезнь и охотно стирая с них язвы. Многие из тех, кое так пеклись о больных и возвратили им здоровье, сами умерли. И сей роль смерти, по благочестии и твердости веры никак не ниже мученичества. Они брали руками своими, не свои колена, тела спятых, закрывали им глаза и уста, нянчили их на плечах своих, укладывали, сплетаясь с ними, обмывали их и одевали в одеяния. Так трогательно описывает святой Дионисий подвиги любви христианской в это тяжелое для Александрии время, особенно со стороны церковного клира. Но он сам был для верующих лучшим образцом такого самоотвержения, превышавшего подвиг мученический. Ибо нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. И святой Дионисий, полагая все силы свои на утешение и помощь недугующим, не жалел для них самой жизни свои памятные слова Спасителя. Что сделайте одному из малых всех братьев моих, то сделайте мне. К этим скорбям и своим собственным тяжким телесным недугам присоединилась для святого Дионисия новая скорбь. Этого непоколебимого столпа православия и ротоборца против неверия и ересей заподозрели в неправомыслии. И он принужден был не столько для своей защиты, сколько для умиротворения церкви, писать послание, в котором изложил свое православное учение о трех лицах святой Троицы. Пояснение. Православие святого Дионисия заподозрено по тем самым письмам, которые он писал к разным лицам в защиту православного учения против Савелия. Святого отца стали укорять в неправомыслии, будто он неправильно учит о сыне Божием. Ибо своих письмах Дионисий употребил неосторожные выражения святой Троицы, за что обличаял современный и соименный ему Папа Римский. Тогда Дионисий Александрийский поспешил в свое оправдание написать Дионисию римскому послание. Истина восторжествовала, и высокое уважение всей церкви к нему и ко всем его строго православным воззрениям, охранявшим чистоту веры в это смутное для церкви время, осталось непоколебленным. Наконец, телесные силы исповедника Христова от престарелых лет, скорбей и чрезмерных трудов совсем уже ослабели, хотя дух его был силен. Когда церковь стала волновать юридическое учение Павла Самосадского, в Антиохии был собран собор святых отцов и учителей церкви, на который одним из первых был приглашен святой Дионисий, ибо от него все ждали решительного голоса и умиротворения церкви. Пояснение. Павел Самосадский по месту рождения, епископ Антиохийский, проповедовал злую елесть о Святой Троице и главным образом о Сыне Божием. По его учению, в божестве нет различия лиц. Бог, Слово и Святой Дух находятся в Отце, таким же образом, как разумный Дух в человеке. Сына Божия, шедшего с небес, он не признавал и считал Иисуса простым человеком, в котором божество обитало, как и в пророках, только в большей степени, и который только поэтому и называется Сыном Божиим. При своих еретических воззрениях Павел внес еще тем большую смуту и соблазн в церковь, что отличался поросными наклонностями, проводил роскошную жизнь, отменил свои епархии древнецерковные напевы, песнопения в честь Спасителя, заменил гимнами в честь самого себя, позволял себе неприличные для церковной кафедры телодвижения, требуя рукоплесканий и тому подобное. Антиохийский собор против Павла Самосадского собрался в 264 году из епископов Сирии, Азии и Аравии. На этом соборе Павел, однако, успел навеять в туман на свои еретические заблуждения и успокоил сквенов собора, высказавшись в примирительном духе и обещая воздержаться от всяких соблазнов, но обещание этого не исполнил. Поэтому составился в Антиохии впоследствии еще два собора в 267 и 269 годах. И на последнем он лишен был епископства, учение его призвано ереси и крещение им совершавшееся недействительным, так как название лиц Святой Троицы он употреблял не в православном смысле. Но великий пастырь Александрийской церкви удрученной старостью чувствовал себя совершенно неспособным вынести тяжесть столь далекого пути и принужден был от приглашения отказаться. Однако вместо непосредственного изустного своего слова он поставил отцам собора пространное письмо, в коем изложил свой православный взгляд на учение Павла Самосадского. Через несколько дней после этого он мирно предал дух свой Богу 265 год, в то время как предстоятели христианских церквей собрались в Антиохии для обличения Павла Самосадского. Церковь много скорбел об этой тяжкой потере, ибо лишилась в лице Святого Дионисия великого учителя и Отца Церкви и непоколебимая столпа православия. Молитвами Святителя да спасет Господь Бог Церковь свое от всякого лжеименного знания и разделения, и да сохранит церковное единение и мир в духе кротости и любви христианской. Богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала веков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!